Субтитры сделал DimaTorzok Что-то нам колдун приготовил на этот раз, а? Подолец Так, я помню, что тут у нас открылись новые три миссии, да, которые мы можем выбрать Начнем, наверное, с первой Что-то нам про жрицу было, по-моему, да, верховная жрица Собрите благословение, чтобы войти в дом церемонии на холме Фрейдис И обговорите там условия мира с северянами Никакого мира не будет, будем уничтожать всех северян Добудьте благословение для повышения шанса на победу Нам хочется, надо будет собирать, да, благословение Отправляюсь в земли северян, мол, не ждите теплого приема И есть еще у нас биваки Выживание на горе Фрейдис Восстанавливая... А, выживайте Восстанавливая жизнь на биваках Ну, отлично В прошлый раз мы с вами набрали много всего интересного Так что давайте это все интересное смотреть Ого, какие-то отрубленные руки с топорами Или просто руки с топорами Не знаю, что-то с топорами явно Малаклипс каким-то образом убедил вас Отправиться на дальний север с дипломатической миссией Я обычно избегаю работы на империю Но так как конкретно это задание Уведет меня как можно дальше от нее Я сделаю исключение Я плачу свой долг генералу Брэнсторму Строму Брэнстрому И это откроет для меня многие двери Что скажешь? Что-то, по-моему, он слишком много в долгах Мне так не кажется Наш спутник в долгах, как в шелках И куда мы не придем Там я плачу долг, потому что свободу мне дали Тут я плачу долг вот этому вот генералу Потом еще кое-нибудь придем долги платить Ё-моё Присоединиться к Малаклипсу Начать задание Спросить, как вы можете помочь Спросить о предводителях налетчиков И спросить Спросить чуть больше об этой миссии Давайте спросим чуть больше об этой миссии Я думаю, это будет самый такой актуальный вопрос на данный момент Генерал Брэнстром наказал не возвращаться, пока я не поговорю с Верховной Жрицей из Севера И не предложу ей условия перемирия Объясняет он Ну ладно, мы поняли задание Спросить о предводителях налетчиков Во-во-во У них много различных кланов Но считается, что над ними всеми стоит Верховная Жрица Она живет там Наверху Малаклипс указывает на вершину возвышающейся перед вами горы На которую мы будем лезть Надеюсь, мы взяли какое-то обмундирование Спросить, как вы можете помочь Как тебе известно У меня много талантов Но владение оружием к их числу не принадлежит Я вряд ли справлюсь с налетчиками-северянами Не знаю никого, кто подошел бы лучше для этого задания, чем ты Нух, малая, леща какая Как он мягенько нам, как говорится, погладил Вот прям погладил Ты самый красивый Я слышал, что женщина тебе без ума Там, я слышал, что ты самый сильный воин А не поможешь ли мне? И так далее, и так далее И коварные Ну он реально Он плут, плут еще тот Отлично Не забудь взять с собой свой меч А разговоры представь мне Говорит Малаклипс Я взял с собой достаточно припасов Так что, когда проголодаемся Можем устроить бивак И взять с собой дивах Бивах, дивах 25 еды, нифига, вон-то особо Пуча нормально припасов Подворовал, наверное, где-то Денег-то у него не было Как только вы начинаете свое приключение Малаклипс делится с вами Интересной информацией Верховной жрице очень нравится благословение И молодые мальчики А у нас будет больше шансов Склонить ее на нашу сторону Если решить, что мы Ну, в основном ты Этого достойно Собрать до встречи с Верховной жрицей Не менее шести благословений Так у нас была главная задача, да? Благословения собирать Но нам придется, наверное, всю карту Избегать, чтобы собрать все полностью Вы стискиваете зубы И начинаете восхождение Главное, чтобы зубы не треснули Так, куда пойдем? Можем сюда, можем сюда Давайте, наверное, сюда Потом вот рядом слева карта Которая Мы на нее еще топнем У, пурга Блин, хп теряем Травма, потеря хп Черт по дире Что такое? Неожиданно севера на вас Забрушивается снежная буря Снег лечит вас по лицу Словно осколки стекла И вы почти ничего не видите Вы пытаетесь найти укрытие? Уууу! Успех-успех! Оп! Оп! О-о-о! По-моему, вот это Да, 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 да. Да, успех, отлично. Восхождение становится все труднее. Что, восхождение, да. Становится все труднее. Склон горы заметает свирепая пурга. Вы ищите укрытие в пещере и изо всех сил пытаетесь избежать оморожения. Какой, знаете, накал страстей. Когда вы у ветра стихает, вы очищаете вход в пещеру от снега и видите, что темные тучи разошлись. Ну, пурга пережита нами, я так понимаю, да? Малайклипс ищет древесину для костра. Потом говорит, это полено достаточно сухое, мы можем устроить бивак здесь. Вы можете зайти на бивак в любое время между встречами. На бивике можно принимать пищу, чтобы восстановить здоровье или обмениваться снаряжением. Ну, я думаю, нам пока не надо. Что, зачем нам? Или мы можем безграничное количество биваков тут устраивать? Если, как бы, можем. А, есть, наверное, определенные места, где мы можем только это сделать, да? Походу так. Сделаем. Ну, давайте сделаем, а почему бы и нет? Давай, я просто не знаю, это бесконечно или нет. Ну, если можем, можно ляпнуть. Ладно, давайте нам сюда. Потом, в обратку пойдем под... У-у-у, бордель. Мужик тебя опять накрывает. Ты не видишь, это же таверна. Тут же весело, ё-моё, а ты грусть нагоняешь. Ржавая бритва. Единственный трактир в Вестводе. Тихая гавань среди бесчисленных опасностей имперских окраин. Трактирчик сидит снаружи своего заведения с безропотным смирением на лице. Заведив вас, он подскакивает, и его лицо чуть не трескается от улыбки. Наконец-то, кто-то из гильдии. Эти имперские садаты меня скоро разорят. Не спрашивая вашего согласия, трактирчик распахивает двери и вталкивает вас внутрь. У-у-у, походу еще будем драться, да? Это имперские солдаты так выглядят? Внутри, определенно, манкируя службой, распивает эль кучка имперских солдат. Подушевленный вашим появлением, трактирчик прыгает на стол и кричит, перекрикивая шум. Вот вам, лентяи, пьяницы, дезертиры! Гильдия распорядителей прислала сюда инспектора! Сейчас все отправитесь на свои посты. Город надо защищать! Один из солдат встает, слегка покачиваясь. У нас через три дня смена заканчивается. Возвращаемся в цивилизации. Мы тут не деремся, если, конечно, никто эль не зажимает. Так, ребята? Отовсюду раздаются бурные вопли и стук, сталкивающийся пивных кружек. Так что берет свой блестящий значок. Маленькая эволяя! Что будете делать? Обращается к вам трактирщик. Так, пригрозить? Подкупить? Да пригрозим, конечно, что там они? Вы, грозно, предлагаете солдатам отправиться на службу, если они не хотят отправиться к лекарю. Совсем грозно. Оп! Оп! Не знаю, походу, вот это... Да! Бум-бум-бум! Вот это я попал! Один солдат плюет вам под ноги, но потом разворачивается и уходит. Остальные друг за другом выходят следом. Офигеть! Надо было ему еще показки дать, то есть он подвернулся, но ему подзатыльник показки. Ты че, тварь? А ну, снимай куртяйку! Ну-ка, вытри пол, тварь! Найшли, да! А то! Мастерский! Из четырех в одну попал! Вот это вообще красавчик! Так, ну давайте шик-шмык-шмык сюда. Так, пока мы хп вроде не сильно потратили, я думаю, наверное, пока не стоит нам сделать бивак. Давайте потопали дальше. О, опять пурга, да вы че? Ну, хотя там всегда, наверное, пургает, а дурган. 10 хп отлетело опять. Неожиданно с севера на вас обрушилась снежная буря, но это мы уже знаем. Хлещет вас по лицу! Словно осколки стекла! И вы почти ничего не видите. Опять, да? Так, отслеживаем. Шиш его знает, походу вот это. Нееет! Восхождение становится все труднее. Склон горы заметает свирепая пурга. Вы ищите укрытие в пещере, изо всех сил пытаясь избежать оморожения. Гнусный запах рыбы и пота дает вам понять, что рядом просыпается от спячки медведь. Свирепый зверь скалит зубы и замахивается на вас огромная лапа. Е-мое! Еще отлетела пятерочка. Ну ладно, 70 на 70 нормально. Вы бежите из пещеры, едва пережив жестокое нападение. К счастью, пурга утихла. Отлично. Мы все... А так вот, теперь он нам предлагает, давайте опять сейчас сделаем, типа, здесь, да? Бивак, так давайте сделаем. Бивачок. Так, смотрите, у нас перечеркнуто бивак. Значит, получается, больше мы на этой карте, наверное, бивак сделать не можем. Возможно, на следующей карте сможем его сделать, да? Из снежных вихрей появляется фигура. Это северянин. Ну, в принципе, с севера пришел северянин, наверное. Я пришел с мира, говорит он. Я совершаю паломничество к Верховной Жрице и никому не желаю зла. Не дожидаясь вашего разрешения, он садится рядом и греет руки у костра. Что за наглость? Так, сколько у нас денег? У нас денег десюнчик. Тут говорят, что-то можно купить. Поесть пять единиц. Вот это, кстати, надо сделать, по-любому. В молодости мне нравилась одна воительница-северянка. Она мне чуть не отрубила голову, когда я попытался спеть ей сиренаду. Малаклипс извлекает из лютни минорную ноту. Молодо-зелено, да? Ох, шалун. Так, торговать и изменить облик. В смысле изменить облик? Это что значит? Так, просмотреть миссию. Ну что ее смотреть-то? Мы так все видим. У нас нет одного благословения. Снез из бивака. Давайте посмотрим, что такое сменить облик. Это что значит? Это типа я должен поменять свой класс, все это, да? Не, ну нафига мне это надо? Мне это не нужно. И так красавчик. Красавчик мужчина. Мы же уже выбрали. Завершить. Вообще сделано. Я думал, что раз выбрала и все. Оказывается, тут можно еще, видите, лицо менять. Там, причесочку какую-нибудь себе шлепнуть. На голову. Так, нам надо по-любому восстанавливать жизнь. У нас есть 27 еды. Давайте, короче, поедим, да? Раз поели. Два поели. Два поели. Три поели. Четыре поели. Девяносто, наверное, хватит. Остальное, наверное, доберем за счет похода. Самого, да? Торговать. Торговать. Давайте посмотрим, что можем купить еды. Купить снаряжение. Одно снаряжение. Что тут? Меч 45. Офигеть. Закончить торговлю. Ладно, давайте тогда сниматься. С бивака. Хватит. Вы спите всю ночь. Холодную и одинокую. Одинокую. Холодную и долгую. Это, наверное, малоклипс. Какая она может быть одинокая? Прижался к малоклипсу и нормально. Вот. Утром вы собираете свои вещи. И продолжаете восхождение на гору. Прекрасно. Но нам, по-любому, придется, наверное, все проходить, чтобы благословение все найти. Так что потопали еще и сюда сходим. Ну, распутил. Да кто его знает, почему меня сюда привело? Что я могу сделать? Я просто могу посмотреть, да, в определенном радиусе, какие есть места, что ли? Прекрасно. Продолжить. Вы подходите к указателю, на котором обозначены возможные пути на восток и на запад. Прыг-прыг. Прыг-прыг. Опять это пурга, да? А, нет-нет-нет, это не пурга. На высокой горе сквозь в югу виднеется фигура человека. Вы едва различаете его утробный голос. Кто смеет спуститься на священную землю наших предков и нашей жрицы? Так, ну, естественно, предков я сам добавил. С ловкостью горных козлов. По склону спускаются налетчики с оружием в руках. Ну, козлов-то мы и так поняли. Так что... Нам это и писать-то не надо было. Люди, понимаешь, идут. На гору. Вдруг мы паломничество тоже совершаем. Нет же. Козлы одним словом. Что тут сказать? Так. Так, тихо. Говно! Какие крепуши-то! Улети в пропасть! Убили! А из черепа сделаем себе кружки. И утку. Чтобы ходить туда ночью в туалет. О, меч крутой! Меч зимы, нравится. Бич зимы, то есть. Меч зимы, бич зимы. Так, смотрите, здесь написано, что меч, вот этот меч зимы, он имеет активку, сбивающий с ног северян именно. Мы будем сбивать с ног северян. И когда северяне сбиты с ног, то тогда мы можем добивающий удар сделать и убить их, грубо говоря. Но это чисто на северянах работает, да? Плюс ко всему у нас есть зарядка парирования. Против фракции северян парирование наносит 150 урона и вдвое быстрее происходит оружие-рывок какой-то. Ну и одноручное, значит мы можем использовать щит. В принципе, мне нравится, это гораздо будет эффективнее, чем, например, тот же самый топор, в котором мы сейчас только что ходили. Так что давайте его сразу же и оденем, да? Ваше оружие лязгает в последний раз, и на снегу образуется трещина. С глухим рокотом снежные оползни набирают скорость, превращаясь в внушительную лавину, несущуюся прямо на вас. О, кубики кидать, 11, реально. Вы не шутите. Четыре, ну мне четыре не устраивает, давайте вот это возьмем. И перекинем, да? Ну какого черта? Да почему в семье кидалово какое-то? Ну так радостно это говорит, слышите, да? Я в голос его, мне кажется, он так вот сидит, смеется себе в платок свой, козолячий. Ну и тварь же ты, ну ты тварь, ну ты тварь. Вы пытаетесь уйти с опасного места, но лавина подсекает вам ноги. Отсекает на ноги, скорее всего, это же лавина, там просто к чертям нас разносит. Снег подхватывает вас и словно пушинку, сносит под ножью. Там просто нас и жизни всего пять потратили. Представляете, да? Мы во вьюгу попали, где нас просто тупо снег по лицу хлестал. Нам по десятке два раза отлетело. С медведем встретились на пятерочку. Лавина я завалила на пить. Ну мы вообще какие-то странные. Вы замечаете, что из снега торчит оружие вашего недавнего противника. Подойдя ближе, вы различаете и сжимающую его руку. Остальное тело погребено в лавине. Забрать оружие. Либо откопать несчастного. Ну в принципе, как бы... Не знаю, может быть откопаем? Может он скажет такой... О, ты откопал меня, о, я воин. Я северянин, я благородный. Я дам тебе благослови... Благословляю тебя на путь. Типа, ты благородный. У нас как раз благословения нет. Невзирая на мороз, вы выкапываете супостата из ледненной могилы. Отдышавшись, он говорит... Вы спасли мою... Вы спасли меня, хоть мои враги по крови. За это я вам искренне благодарен. Да пребудет с вами мое благословение. Ну, езэ! Наконец-то, благословение. Какая-то куриная лапа. Геройческое пожертвование. Что это такое вообще? Жертва. Перед боем с другим... С двумя, простите. Перед боем с двумя или более монстр-карта, на выбор сбрасывается базовая монстр-карта, но теряется спутник на три хода. Получается... Получается, если... Если, например... Да ты заткнешься, нет? Скил. Получается как? Если, например, несколько карт, например, одна карта дает четырех монстров, да, другая карта дает, например, двух монстров, то на выбор может он выкинуть и четыре монстра нафиг, и получается у нас как бы единственное, что спутник потеряется на три хода. Но это неплохая карта, я правда не знаю, вот эти северяне, они, наверное, не монстры же, они считаются они монстрами, нам, в принципе, она здесь нафиг не нужна. О, восхождение. Внезапная снежная буря замедляет ваше восхождение на гору Фрейдис. Ледяные ветра пронзают вас, словно осколки стекла. Подняться на гору, повернуть назад. Ну, подняться, конечно. Может, сюда ради этого и пришли? Звучки, которые я буду поддерживать. Они, по крайней мере, взяли в стримах силы, которые магистры называют домой. Так, смотрите, а у нас нет больше бивоката, и здесь мы бивока сделать не можем, это плохо, а я думал, что мы сможем, ну, на каждой новой карте мы сможем использовать, значит, зря я использовал раньше. Поднимаясь по снежному склону горы Фрейдис, вы видите домик, из трубы которого клубится едкий дым. Хрупкая старушка сметает снег с порога, машет вам рукой, чтобы вы вошли. Бабуль, ты там что, мед варишь, что ли? Че тебе едкий дым-то? Ну-ка, признавайся. Где прячешь там? У нас наших варщиков, самых главных. Мы направляемся к верховной жрице, чтобы доставить ей важное послание, говорит Малаклипс. К ней лучше не являться без благословения, если хочешь, чтобы она тебя встретила благосклонно, юный глупец. Ха-ха-ха, у меня как раз сейчас готова борция. Если на сей раз получится хорошо, можете отнести моего варева, произносит старушка, помешивая зелье в котле. Малаклипс межливо отказывается. Я лично стараюсь избегать незнакомой пищи. Но вот тут есть кое-кто довольно-таки ненасытный, говорит он, потолкивал вас вперед. Ну, козлячий Малаклипс, что тут можно сказать? О, смотрите, тут разные-разные-разные, мы можем любой из них взять. Давайте возьмем вот это, что-то там со стрелой. Дальний выстрел. Ну, мы вообще не пользуемся выстрелами, конечно. Ну, ну, ладно. Так, смотрите, точный бросок. Наберите ровно требуемое количество в кости гамбиты, чтобы вытащить два снаряжения карты. Затем карта сбрасывается. Получается, если, например, нам задали задачу 8 выкинуть, мы выкидываем ровно 8, нам дают две карты сразу, и мы такие копаемся в роскоши. Живем как короли и так далее. Это хорошая карта, кстати. У нас уже два благословения. Вы делаете глоток ароматного зелья и чувствуете, как тепло разливается по вашему телу. Похоже, этот рецепт удачен. Уверена, Верховная Жрица. Верховная Жрица очень понравится. Бабулька. Вы благодарите старушку и продолжаете свое восхождение на гору Фредис. Не обращаю внимания на начинающую снежную бурю. Ну, это, конечно, глупо, но какой дурак пойдет в бурю куда-нибудь в горы? Это каким надо быть отбитым вообще? Такой типа, а мне плевать, я иду. Ну и что? И умрешь буквально через нескольких часов просто от обморожения, того, что ты просто потеряешься в снегах. Надо было у бабули остаться, у нее там тепло, варево много, целое ведро вон она, я смотрю, варит. Посидели, поржали бы, она анекдоты потравила. Бабульки знают хорошие анекдоты, кстати. Давайте потопали дальше. Ууу, какой-то с рогами у тебя на голове рога, что ли? Что-то такое у него. Нет, что-то не рога, походу. В храме божественного проведения выдают благословение в обмен на скромное пожертвование в золоте. Ну, все, в принципе, как и всегда было. Принес деньги, тебя благословили. О, это различные, да? Мы можем выбрать какое-то одно. Ух ты, ух ты, ух ты. Банкет игрока. Что-то там из вены огонь. Второе дыхание. Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое второе дыхание. Смотрите, хорошая карта. В бой увеличивает жизнь до 75, когда жизнь падает ниже 25. Затем карта сбрасывается. По-моему, это очень классное благословение. Я даже остальные читать не хочу. Но это же очень круто. То есть это, как бы, вторая жизнь, можно сказать. Нас, если избили в соплину, мы взяли, как бы, да, и, пожалуйста, подняли себе. Ну, давайте, ладно, посмотрим, что еще есть. Получаете до 20 золота в начале новой карты. Если у вас осталось менее 20 золота. Ну, кстати, тоже неплохо. Вот у нас, например, сейчас всего десятка. Нам бы дали 20, у нас было бы 30. По-моему, это очень даже здорово. Долгая жизнь тогда. Если показатель максимальной жизни менее 150, а у нас менее, у нас 100 всего лишь, вы можете сбросить карты пища, прибыль или снаряжение. А прибыль и получить за это по 5 максимальной жизни. То есть надо какие-то карты прибыли какие-то сбрасывать, и тогда у нас будет с вами все хорошо. Получить 15 плюс 1 жизни за каждую карту золота прибыль. У нас пока никаких прибыли вообще нет. Вы получаете плюс 4 пищи после каждого события Кости Гамбит. Так, ну у нас разово уже было. Но мне больше нравится вот это, ребят. Но я вот это возьму. Это прям вообще хорошо. Спасибо, спасибо. Мы это заберем. Так, давайте посмотрим. Так, вы потеряете 6 золота. А вы уходите с новым благословением. Отлично. Так, давайте посмотрим вообще инвентарь. Как-то это фиксируется. Так, ничего выбрать не можем. Меч мне нравится. Получается, да. Вот, смотрите, у нас с вами... А, получается, только одно благословение может работать в данный момент. Да, оно не может... Точный бросок. Куриная лапа мне вообще не нужна. Давайте ставим. Вот это огненное мне нравится. Так, давайте сюда. Что у нас тут? Заплутавший мальчик. Заплутавший, да, мальчик. Он же еще ребенок, слышите вы. Низкий голос ворчливо отвечает. Надо отправить его в карцер. Иначе он побежит прямиком к своим северенским... В свой северенский клан. И расскажет им, где у нас застава. Какой-то скользкий этот малец. Я бы ему не доверял, говорит Малаклипс. Но выглядит скользким, да. Действительно. Может он просто, ну, умазался в чем-то. Склизком. Вы задумываетесь, что же делать с мальчиком? Спасти мальчика. Так-то мне не дают выбора. Я задумываюсь, но выбора мне не дают. Спасти мальчика. Обнажив оружие, вы требуете отпустить мальчика. Воу, воу, воу. Какой-то сталь мушкеты. Все дела. Имперский солдат, ваша угроза ничуть не пугает. А зря. А зря имперские засранцы. Вы сейчас... А, я могу прям сейчас, да, это использовать? Типа, ну окей. И что, убрать? На три хода Малаклипсушка. Окей, да, на три хода пускать вляется. Сейчас мы зададим. А мне интересно, это благословение я просто его профукал, да? И теперь у меня его вообще нет? Или оно, типа, мне все равно считается, что я его находил? Ну, что, посмотрим, короче. Если это я профукал на благословение в пес с ним, я вообще не хочу, чтобы мы его теряли. У нас же... Дозорный! Позорный! Набранный из отбросов общества и достигший мелких руководящих должностей. Дозорные могут блокировать атаки, значительно уменьшая получаемый урон, чтобы пробить их защиту, используя мощные удары. Мощный удар! Прыжок! Опа! Что такое, говно? Ах ты! Как ты смел! Ну, дарновой в харю! Да блин! Как вы вообще смели сметь? Один бы товарищ умер! Глупец! Лежит там, скрючился. Мне два дня до пенсии, и я умер! Нет! Так, нет, три осталось, все нормально. Проверяя лежащих без сознания стражников, вы замечаете, что мальчик глядит на вас с опаской, словно оценивая. Так, сколько я могу продать этого здорового воина? Ага, цель, е-мое, офигеть! 13? За два кубика я должен кинуть 13? 13? Это же нереально! Даже если шестерки выпадет, я не смогу кинуть 13. Вы что, совсем что ли психи? Как я с двумя кубиками выкинул? А, там три кубика, я не вижу просто. Я думал, вот это вообще кидалово. Так, давайте бросим. Ну, конечно же. Так, четыре, пять, девять, и там надо будет несколько четыре выкинуть, да? Четыре. Может, оставим четверку? Ну, что-то она вроде крупная. Да, давай уже крути ту шарманку. Виии! Да, да, блин, хоть раз победили. чем мальчонка там будет с нами беседовать он нервно теребиться мальчик стоит и нервно теребит вот он нервно теребит сухое растение на шее хорошо я расскажу вам имперцы напали на нашу деревне и я убежал вместе с мамой но потом мы потеряли друг друга он сердито стирается лица слезы но я не боюсь я из клана кошачьи лапки мы отличные следопыты я сам доберусь до дома мальчик рассказывает вам все что что знает об этой местности ух ты ё-моё он нам полностью открывает все так у меня денег нет там вот смотрите еще один пастырь мы могли бы заработать а тут две вьюги нафиг нам вьюга во вьюге ничего нет да во вьюге же ничего нет мы во вьюге можем либо короче как бы свой кишлак разложить которого у нас нет по моему с вами и плюс ко всему все потерять хп там же никакой добычи ничего мы с вами не находим во вьюге а вот этот конечно мужичок то он нам очень бы пригодился он смотрите нам еще две славы дали мальчик северянин отказывается от помощи глядя как его тощая фигура исчезает среди иреев вы желаете ему удачи удачи тебе парнишка да не задели тебя медведь так ладно давайте сюда пойдем я не пойду во вьюгу меня нафига не нужна у нас сколько где у нас 10 денег все идем покупать еще одно благословение потому что у нас нет десяти монеточек я думаю что у нас 5 мы почти до 4 точнее всего оказывается мощи это деньжата подбили так фрайм божественного так это да на и обмениваться за бабки за бабки за бабло нагло обменивается за деньги за держи щечки вот этому возьмем на еду или нет или вот это не у нас ничего нет вроде подобного вот это что это вот это возьмем вот это возьмем то бабло бабло будет баблишка еда у нас есть а бабла нет все берем четвертое благословение сын мой и нафиг спасибо святой отец я пошел так 10 и еще пять хп ну ё-моё сейчас еще отгадывать давать следим следим тим салабим вот здесь да здесь нам повезло и ничего не произошло ура ох мы сможем а мы сможем я бы сделал бы давали в бивочок сделаем едва рида на продажу еда на продажу обновлена а странно как тихий паломник северянин появляется из тьмы так словно он все это время шел за вами и усаживается рядом гора фрейдис очень кусачая говорит он с ухмылкой я люблю жесткий поцелуй и холодные объятия еще один еще один отличный день восхождения еще еще один день отлично восхождение простите ты смотри любишь пожестче до дядька то любит он пожестче что поделать так смотрите можем поторговаться у нас есть 13 нет почему-то кстати мы вроде как бы вроде идем и у нас деньги как будто прибавляется откуда у нас деньги что у нас такое есть что за что мы получаем бабло вроде только потратились у нас опять 13 монет странно как давайте торговать еда снаряжение меч так а есть и продать снаряжение не надо я точно не продам так давайте поедим и восстановим себе здоровья потому что здоровья очень мало а еды очень много я считаю что мы можем ее тратить смело я думаю хватит до сняться с бивака я так помню что у нас этот паломник будет преследовать до конца в конце кажется что ты была жрица на такая как вы не могли заметить что у меня есть грудь смотрели вообще внезапно снежная буря замедляет ваше восхождение на гору фрейдис ледяные ветра пронзают вас словно осколки стекла подняться на гору сколько тесно нам придется раз подниматься но возможно это последний ох бабла бабла привалила бабла опять бабуля опять бабуля это ништяк бабули хорошая хотя это может быть не очень-то была хорошая это походу может быть есть злая сестра знаете типа такую чуть дальше по склону снежная буря становится такой свирипой что вы ей различаете домик снегах старушка машет вам рукой сестрится уже меня предупредила прислала сокола я сама таким даром как у нее не наделена но уж стараюсь изо всех сил чтобы намешать зелье как можно лучше как думаешь подмигает она вам и дует на миску с густой жидкостью от которой поднимается пар по вкусу она придется верховной жрицы я правда не могу говорит мало клипс хлопая себя по животу а я могу да фига на этом замешала вот это да я увидели как она шпак шпак она по-моему шулером было в детстве на сейчас я раздам карты тебе сынок ставка вот эту кирасу свою лучше штаны покажи что там у тебя за ними помесили старушку ё-моё бабуля ну ты меня напугала конечно ну ладно отлично получили благословение смотрите добавляет плюс один каждому из ваших бросков во время а гамбит с костями это помощи круто по часу нас будет уже не три бра но нет ни два броска 3 до это же круто спасибо бабуля вы делаете глоток ароматного зелья и чувствуете как тепло разливается по вашему телу похоже это рецепт удачен уверена верховной жрицы он очень понравится вы благодарите старушку и продолжаете свое восхождение на гору фрейдис не обращай внимание на начинающую снежную бурю мыши что он сказал там вообще буря ниша не видать ты куда прешь то что за люди смертные вообще ужас ничего не боятся смерти не боимся ничего не боимся где-то ваша фрейдис пожилая дева ух это же хорошо насчет спросит меня что вот чего я хочу попросить припасов попросить долгой жизни попросить золото попросить припасов может припасов попросить в принципе с жизнью у нас здесь более-менее вроде как это живем так но мы ее уже встречали я не знаю стоит ли зачитывать и идя через таинственный лес а тенистый лес вы встречаете тщедушные немолодую на вид лесную деву она приветствует вас долгие века я помогала смертным заблудившуюся моем лесу могу ли я помочь чем-нибудь тебе попросить припасов попросить долгой жизни попросить золото ну что будем просить то попросить припасов не припаса вот интересно вдруг она даст что-то реально клёвое типа там щит или благословение всякое может быть да давайте попросим припасов этого тебе хватит на несколько дней говорит она лукавая щуря глаза от которых разбегаются морщины мать я же просил припасов а ты мне еды дала в чем разница за просить тебе еды и припасов а еще на вопрос так ну ладно так то смелился ступить на священную землю наши жрицы говорит мне какой-то хрен с горы сейчас мы будем с ним сражаться вот смотрите там уже их много уже какой-то ловец и берсец куча народу и лапа куриная опять короче я могу от кого-то избавиться сколько берсецов и сколько ловцов может быть от а я могу выбрать кого конкретно от кого избавляться походу не ну давай пускай чё-то мало клипс погуляй пока разберусь с молодняком покажу им кто тут папка объясню что они не правы и научу разуму зададим жар и всего трое доберу серки а это прям берсерки вот это встречали какие-то типа налетчиков это уже прям берсерки полная россии полной решимости уничтожать оружие берсерков наполнена сила льда которая замедляет движение и атаки их врагов короче нельзя вообще попадать под атаки кувырок льда пуска пройдет одного заразал удара сделает ее мои тоже коронку можешь сделать ну ты чё пёс ты чё сбросил реально меня попали я и я сбросил да ё-моё ну ты пипец такой вот делал же кувырок и реально на середине остановился ну тут не успеваешь лично я не успеваю реально эти кувырки все проект производить не знаю не знаю он как этот как у ому омуль какой-то оглушенный овощ просто еле движется еле кувыркается бесит просто так опять была вина пошла да а я могу бросить пен один раз больше кручу 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 бросаю так 12 я уже победил мне уже ничего не надо так бросая а бросаясь в бок а вы видите как снег сметает деревья и все прочее на своем пути так вы замечаете что и снега торчит оружие вашего недавнего противника подойдя ближе вы различаете и сжимающую его руку остальное тело погребено в лавине забрать оружие давайте еще одного спасем хоть вы козлы мне почти все хп снесли что за народ вообще зоркий глаз снижает скорость колеса в чем это в в гамбите чё за колесо отведем еще и колесо будет какое-то где у вас дева тусит не пурга пожалуйста мне что хп не осталось ну вы ребята час не дай бог хочет не дай бог ё-моё слава богу давай быстрее делать привал так она это тоже самом говорит да что он любит жест пожёстче я люблю пожёстче ребята не просто если я вас переночую и я люблю пожёстче и я переночую мало клипс ничего что я тебя подближусь тут поближе прилягу и пожёстче я люблю хочу сразу напомнить трижды давайте еще будем есть едим так чтобы прям ваш мир яхо трещала до десятки давайте даже до девятки поедем капец а подожди даже можно еще торговать давай еду посмотрим сколько стоит 11 купим в принципе можно было еще одну еду купить одну единицу все хватит от учет мне так и сбили я думал с этим мечом наоборот а себя буду чувствовать королем там еще буду их раздавать пытался скилл поражать он не жмет его как-то странно все произошло так давайте-ка сюда сходим а вдруг здесь жрица дерева лидоед так медленно пробираясь через туман на вершину горы вы обнаружите дерево жуткого вида может обойдем ему просто похоже его зияющая пасть запросто порвет вас на куски а у основания ствола вы замечаете какие-то необычные плоды туда-сюда и хватая плоды если что-то бросить возможно вам удастся отвлечь пасть чтобы попытаться взять кусок плода бросить предмет снаряжения чтобы отвлечь пасть я бы бросил мало клипса чтобы отвлек понимание так какое снаряжение могу бросить вы что-то вы а вы ищете что-то подходящее у себя вы в запасах ну когда посмотрим что у меня есть не 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 но это я не брошу ребята назад а как отказаться но я не хочу бросать еще дальше но вы издеваетесь что ли как так-то я же я вот не хочу бросать и чё я выбрать не все теперь я выбрал ты сиди кури да я думаю что смогу топор свой старый выкинуть ну ладно давайте бросим плод заберем действительно а вот и примогу да этот предмет да нет конечно оставить его в покое выборачивайтесь чтобы найти что-то подходящее на земле но быстро теряетесь в тумане и не можете найти растение вот она потопали обратно так ну что же нам остается только сюда топать торговля с гоблядами мать и сперта the world is becoming less strange and arcane as the empire spreads кстати людишки кричит кто-то и тут же с деревьев вокруг вас спрыгивает десятки мелких созданий секунды вам хватает чтобы понять что это гномы грязные убого вооруженные гномы у нескольких есть купе но у большинства только камни и колья купе почти те же самые что колья нам нужно оружие чтобы защищаться громко объявил гном а дайте нам что-нибудь оснаряжение и мы тебя отпустим даже заплатим сколько нибудь я дам тебе и еды за шлем восклицает один из коротышек я лучше отдай мне это успехи я дам лечебного зелья встревает другой да у меня нет ни того ни другого отдать им что-нибудь отказаться пытаясь переорать друг друга гномы наперебой делают вам различные предложения то есть они в принципе ты нападать ты не хотят они просто хотят торговать только не такой стиль торговли ну мне же ничего нет мне вообще я голый у меня был один меч и то я кинул его в растение очень умно было с моей стороны а подожди я не понял а я не стал его отдавать жена меч я же не стала выдавать я забыл я хотела выкинуть и не стал на так отказаться вы отказываетесь и гномы нападают вас вас летят копья и острые камни и что с меня 15 хп реально еще десятку маленькие коротыхи меня такую штуку меня избили как сопляка просто к нему быстро иритируются на деревья и поглядывают на вас из-за листвы да блин козлы они ваши гномы а вот она да священный пик так войти я могу смотрите-ка это же конец ветер разгоняет и темные тучи и вы видите шпиль дома церемоний возвышающийся на пике вы продолжаете свой путь сквозь снега и подходите к деревянному строению украшенную военными трофеями войти повернуть назад войти конечно уже все там исследовать там не на что смотреть вы входите в большой зал со скрипом распахиваются огромные двери противоположной на в противоположной стене появляется великанша в бархатном платье в сопровождении налетчиков малаклипс низкокланница нас прислали обсудить перемирие между империей и севером милей и и так они прислали ко мне красноречивого дьявола и его налить наемника ухмыляется она надеюсь что твое приношение окажется достойным так вы склоняете как как колено перед верховной жрицей твое подношение будет твоего подношения будет достаточно говорит великанша но если ты хочешь чтобы я согласилась на условия империи тебе придется победить моего защитника бам-бам-бам берсерк мороз щиток дед мороз только берсерк мороз так я могу избавиться от двух до вот одного точнее всего я блин я хочу выбрать других но ладно да давайте согласимся ч 5 а грибы по щам в надежде кувыркания покажите мне этого деда мороза олень-мороз берсерк защитник свирепый верный и безжалостный защитник верховной жрицы оружие берсерков напитанная сила льда на этом уже в курсе а то чё за фигу вау так давайте мелких вначале я же кувыркнулся но ё-моё но почему не по жопе то достается да не его бей мелочь мочи начали чё по-моему ваш воин то так себе а говно мои благородные удары в спину как тебе такое твоя шляпа будет теперь моя умеющего с горы в конце скидывая не заметил но я виду что мы вроде его поднять хотел бы сбросить его с горы хвалю тебя теперь выслушай мои условия так то я победил мои условия слушай верховная жрица женщина огромного роста укутанная в меха и ярость встает север никогда не подчинится империи кровь за кровь за кровь за кровь за кровь за кровь за кровь вот мои условия мелюзга пусть ваши повелители знают об этом и дрожат услышав это вы спускаетесь с горы чтобы передать сообщение генералу брэнд стром аллилуйя мы прошли аллилуйя по музычку аллилуйя у отлично молод смирение таким молотом точно можно усмирять любого так и какое-то кольцо гаситель так а тут что сова какая-то сова зимнее солнце стояние горящие здание короче дед поросивший денег и картограф а это где-то особо это пища меч и топор принципе это все вроде было и топор и меч муж как это получше давай ломай еще кольцо его это что такое светилище интересно что светилище какие красивые карты давай ломай так мне интересно карты тиро рандомные мне выдаются ну то есть я сломал мне вот рандомно или не всем все равно будут приблизительно такие же но не приблизительно а в точь-в-точь это тоже пока непонятно ну что ж дорогие друзья получилось по моему круто мы отлично постражались в горах то в холодных в эти холодные вечерние зимние вечера у меня уже зимние не знаю как у вас в основном еще возможно тепло там минус 5 наверное у нас уже и за 25 градусов было так что минус я имею естественно так что у нас прохладно и мы нормально дали жару показали этой великой воительницы что мы тоже как говорится не лыком тошиты что сила в нас есть и мы можем сражаться было круто надеюсь вам понравилось если это так то конечно же не забудьте поставить лайк прокомментировать видео поделиться им с друзьями а также добавить плейлисты вступить на шурупы вконтакте но и подписаться конечно же не забудьте а также жмакайте колокольчик чтобы ничего не пропустить обязательно жмакайте а с вами был станислав я всех вас крепко обнимаю целую люблю увидимся в новых приключениях всем пока